Делаем очень быстрый рулет и очень вкусный. Берем сгущенку, одну банку сгущенки. Берем сгущенку, одну банку сгущенки. Делаем с горкой столовые ложки сметаны. В идеале соду добавлять надо в сметану, чтобы сода гасилась сметаной. Но я не рискую, поэтому я всегда отдельно ее гашу где-то пол чайной ложкой уксуса. Это для гарантии. Решиваем. Просеиваем сюда один стакан муки. 200 грамм муки. Перемешиваем. Перемешиваем хорошенько, чтобы не было каблучков. Дальше у нас форма, либо смазанная маслом, либо постельным пергаментом. Сахар сюда не добавляется, потому что сгущенка и так сладкая. guaranteed перри across. Сахар сюда будет глубоко со мной. Перемешиваем. Все, ставим в духовку на 180 градусов. Посмотрите, как она поднялась, можно сделать потольше, если лист духовки пошире, у меня здесь лист на духовку 50 шириной. Значит, что мы делаем? Мы быстренько достаем пергамент. Значит, здесь у меня мокрое, чистое полотенце. Сворачиваем. Я вот так вот на мокром полотенце его оставлю, потому что если его не обернуть в мокрое полотенце, он треснет, когда вы будете заворачивать. Вот. Все, оставляю его так вот остывать. Так, крем обычный заводной. На самом деле, крем можно любой сделать. У меня такой же, как на Наполеоне, я делала только один стакан молока, а не три. Потому что рулет маленький, туда много крема, где-то вот, два, три, ну, четыре столовые ложки. Это на самом деле на усмотрение, потому что тесто само из сгущёнки, оно сладкое, туда не надо много сахара. Значит, сахар я высыпала туда, где буду уже готовить, поэтому его отдельно. Сюда не надо его, он мне здесь не растворится. Так, один стакан молока, идет, значит, одна столовая ложка муки. Так, скажите так. Или напишите так. Чтобы я знала, что вы поняли. Одна столовая ложка крахмала. На один стакан все по одной ложке, в общем. Отдельно красиво здесь не раскладываю, и так места нету. Здесь все свои, наверное, да, сидят уже, все друг друга знают. Все мужа, друзья. Вот, дальше сюда идет немножко ванилина. Вот то, что осталось. Все это хорошенько мешаем, чтобы не было комочков. Я через сито пропускаю, чтобы, ну, на всякий случай, там остались комочки. Дальше мы варим, пока не загустеет. Крем можно приготовить заранее, просто не было времени. Загустел. Видите, уже все. Убираем сплиты. Никогда не оставляйте в посуде, которую вы готовили. Во-первых, она горячая, она продолжает дальше готовиться. Во-вторых, то, что прилипло на дно, оно потом, как бы, ну, привкус будет какой-то другой. Лучше его сразу переложить. Итак, крем у нас остывает быстро. Он еще не совсем холодный, но ничего. Добавляем масло, вливаем. Вот этот крем, ребята, получается вообще бесподолимый. Где-то, если на три стакана добавляю обычно 300 грамм масла, здесь на 80-100 грамм масла добавила. Вот, сейчас вот дам уже полностью в холодильнике постоять, пускай остынет, накрою чем-нибудь, когда остынет тесто. Состыло. Смазываем кремом. Так, сильно до краев не доходим, потому что при сворачивании крем вылезать будет. Вот, все. Если будете снаружи тоже кремом мазать, тогда внутри не надо много мазать. Я не буду снаружи ничего делать. Вот так вот свернули. Лишнее убираем. Смазали кремом. Вместо крема можно сделать любой, на самом деле, начинку. Здесь я вам показала, как именно тесто делать, да, легко просто. Можно джем сделать, можно любой другой крем сделать. Можно фрукты туда как бы внутрь сделать. Можно с кремом еще орехи добавить. Вот. Желательно, конечно, сейчас его завернуть в фольгу. Ну, фольги у меня нет, я буду заворачивать его в бумагу. Завернули, чтобы если крем будет вылезать, чтобы ничего не испачкалось. Вот так вот кладу в пакет. Закрутила и оставляю так вот сейчас вечер до завтрашнего дня. Не в холодильнике, не где-то в прохладном месте, при комнатной температуре. На самом деле, у меня вот я всегда, кроме сметанного крема, остальные все крема, сгушенка, там, заварной крем, все я всегда оставляю при комнатной температуре. Так, а тесто хорошенько впитывается, смягчается очень хорошо, ну и вообще вкус другой совсем получается. Можно кладить в холодильник, дело в том, что в креме есть масло, да, масло быстро застывает, тесто не успевает впитаться кремом. Можно, конечно, пропитки разные делать, но я их не люблю, эти пропитки, от них слишком мокро получается тесто. То есть вкус пирожного, если он пропитался с заварным кремом или любым другим кремом, чем какой-то пропиткой, да, получается совсем другой. Ну, мне вот так вот больше нравится. Вот, все оставляю теперь до завтрашнего дня, завтра вам покажу. Насало у нас утро. Посмотрим. Можно полить шоколадом, можно кремом обмазать, крошками посыпать, можно сахарной пудрой, кому как удобно. Посмотрите, какая красота. Видите, она пропиталась кремом, увеличилась в размере. То есть у меня был противень, значит, на духовку 50, если делать противень на духовку 60, то получится потоньше. Это уже кому как нравится. Вот. Вот такая вот вкуснятина у нас получается и красиво и вкусно. Тесто. Посмотри, какое мягкое. Это если со стороны как-то кажется по-другому. Вот, вот оно очень мягкое. Уже можно положить в холодильник. Если вы делаете это в очень жаркое время, например, летом, да, ну, невероятная жара, крем, допустим, заварной. Дайте сначала пропитаться где-то, ну, хотя бы 2-3 часа, потом уже положите в холодильник. Ну, а у меня всё. Всем пока-пока. Пока. 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 Продолжение следует...